Здарова всем! В этом видео я расскажу вам, как мониторить FPS и другие показатели системы прямо во время игры при помощи программы MSI AutoBurner, и я наконец-то смогу выкинуть свой FPS-монитор с ватермаркой. Так что готовьте свой MSI AutoBurner, я начинаю! Б***ь, Димон, самолёт взлетает, на***ь! Вовремя, б***ь! А***ь! А***ь! Честно говоря, когда я первый раз его запустил, моя реакция была примерно такая. Но потом я разобрался и понял, как настраивать оверлей и его внешний вид, что очень важно, ведь другие блогеры неправильно показывали, как менять цвет, размер, графика. Итак, перейдём к настройке. При первом запуске MSI AutoBurner будет выглядеть вот так. Вот здесь отображается информация о вашей видеокарте и её драйвере. Но данный интерфейс лучше сменить на стандартный. Для этого нажимаем вот на этот значок, ищем тут вкладку интерфейс и меняем его на вот такой. Жмём на кнопку применить. Интерфейс мы сменили, теперь перейдём к настройкам мониторинга FPS. Для этого идём во вкладку мониторинг, и здесь мы видим такие показатели, например, как температура GPS, загрузка GPS и частота кадров. Я сейчас уберу все галочки, чтобы наглядно вам показать, как включать каждый параметр. Так, вот я запустил игру и поубирал все галочки, кроме температуры видеокарты. И игру я запустил для того, чтобы нагляднее показать вам, как изменяется график. Как только вы поставите галку здесь и галку показывать в OED и запустить игру, у вас уже будет отображаться этот оверлей. Вот. Допустим, я хочу вывести сейчас загрузку видеокарты. Я нажимаю галочку здесь и галочку здесь. Нажимаю применить. И, как видите, у меня здесь в одном столбце с температурой отображается нагрузка. Если я хочу, чтобы нагрузка на видеокарту отображалась в отдельном столбце, то есть снизу, то я ставлю здесь. И переопределить имя группы. Кстати, это же можно сделать, не изменяя имя группы, если вы измените цвет. Но это я покажу позже. Вот, я нажимаю применить. И, как видите, сейчас у меня нагрузка на видеокарту отображается отдельным столбцом. Так, окей, я сейчас сделаю, чтобы у меня в одном столбце RX 570 отображалась и температура, и загрузка. Вот, я нажимаю применить. И у меня сейчас отображается одновременно и температура, и загрузка. Теперь я хочу показать вам, как, допустим, сделать график фреймтайма. Мы находим здесь время кадра, ставим здесь галочку и здесь показать в АЭД. И здесь уже стоит график, но изначально у вас будет стоять здесь текст. Вот, вы выбираете график, нажимаете на применить, и вот он ваш график фреймтайма. Вот, ну а сейчас я выведу все нужные мне параметры, и мы будем разбираться в том, как же все-таки изменить оформление графика. Как поменять цвет, наложить вот такой вот черный фон снизу. Вот, это все мы будем разбирать сейчас, после того, как я выведу все нужные мне параметры. Так, вот я вывел на экран все, что мне надо. Вот, как видите, у меня сейчас отображается FPS, температура видеокарты, нагрузка, и также те же данные по процессоре, еще и график фреймтайма выведен. Вот, и сейчас я буду показывать вам, как настроить цвета. Допустим, вы хотите изменить температуру GP. Вы нажимаете на температуру GP, затем нажимаете вот сюда, и здесь вы видите, что температура GP, то есть видеокарта, отображается у вас таким голубеньким цветом. Вы хотите его изменить на нормальный цвет, вы находите, допустим, вот здесь вот любой цвет, потому что эта группа нестандартная, она переименованная. И изменяем здесь цвет, вот ставлю здесь, допустим, желтый, применить. Вот, она поменяла свой цвет. Давайте я сейчас сброшу все настройки, чтобы оно было как по стандарту. Вот, по стандарту оно отображается примерно так. Системный цвет, допустим, я хочу изменить его на белый, применить. И у меня значения стали белыми. До этого они были желтые, теперь они стали белыми. Вот, библиотека цветов, это те цвета, которые мы можем использовать. Дальнейшие цвета выбираются уже из библиотеки цветов. Что, на мой взгляд, минус, потому что нельзя держать больше четырех цветов в графике. А если вы, допустим, хотите для каждого значения, допустим, свой цвет сделать, вот. Ну, таким образом мы ограничиваем себя в цветах. FPS Monitoring такого вроде как не было. Вот, я вернул все цвета, которые у меня были до этого. И теперь я покажу вам, как менять их непрозрачность. Допустим, я хочу сделать, чтобы красный цвет у меня был какой-то тусклый. Я делаю ему видимость 46%. Нажимаю здесь, применить, и он становится таким тусклым. Не знаю, кому это пригодится, но, может, кому-то это пригодится. Вот, применить. И также сейчас я вам покажу, как изменять размер графика. Вот, размер графика, вы должны найти такую вкладку, как цвет графика, и найти здесь нужный вам график. Вот, допустим, у меня сейчас стоит время кадра. Я могу взять и поменять ему цвет на белый, допустим. Вот, он сейчас окрасился в белый. Если я хочу сделать график больше или меньше, я должен найти тут такой пункт, как график. И здесь в ширину сделать ему ширину, допустим, минус 30. Вот, и он сейчас станет больше. Так же самое я могу менять высоту и отступ. В общем, думаю, вы поняли. Вы разберетесь и настроите его под себя. Так, что еще хочется сказать. Если вы хотите поменять цвет единиц, допустим, сделать здесь не белый, а сделать его каким-нибудь красным, например. Ну, к примеру. То вы должны поменять здесь системный цвет. И потом всем вот этим значением, которые тоже окрасились в красный цвет, вы должны найти, это у нас температура, ЦП и загрузка. Вы должны им присвоить другой цвет. Вот, и желательно, чтобы он был одинаковый. Потому что если у вас будут разные цвета, то они будут отображаться в разных группах. Даже если они находятся в одной, они будут отображаться в разных местах. На этом с настройкой цветов у меня все. Теперь мы перейдем к Риво Тюнер Статистик Сервер. Что он позволяет нам сделать? Он позволяет нам отрегулировать размер нашего оверлея. Вот здесь вот есть такой ползунок, зум. Так же он позволяет настроить вот такой вот задний фон. Вот, я его сейчас выключил. Так, и цвет заднего фона и так же непрозрачность можно поменять, нажав вот сюда. Здесь вы можете выставить его цвет. Допустим, я его сделаю красным. Вот он сейчас стал красным. И настроить непрозрачность. Сейчас он станет таким сплошным красным цветом. Вот, и в принципе больше настроек по внешнему виду я тут не заметил. Разве что еще можно поменять слегка шрифт. Сейчас я верну как было. Вот, и тут можно поменять шрифт. Допустим, сделать его таким квадратным. Вектор 3D, например. И он будет у вас отображаться вот так. Надеюсь, я помог вам разобраться в программе MSI AutoBurner. И вы такие... О, мой бог! Вау! О, мой бог! На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.